Итак, Уильям Томас был хорошим пловцом в колледже, но потом он решил, и весьма разумно, идентифицироваться как женщина и стать лучшим. Не жульничество, нет. А теперь он номинирован университетом Пенсильвании, который вроде школа Лиги Плюща, как, цитата, с женщиной года студенческого спорта NCAA. Так что вот мужчина, участвующий в женских соревнованиях и награжденный за это. Райли Гейнс также соревновалась как пловец за университет Кентукки. Она женщина, она также была номинирована на женщину года студенческого спорта NCAA. Райли, спасибо большое, что пришли. Не проще ли было идентифицироваться как восьмиклассник и доминировать в детском плавании? Да уж, звучит как следующий этап всего этого. Да, именно так. Простите за смех, но не знаю, что еще делать. Каково вам? Вы были номинированы... Это именно так. Да. Это посмешище. Вот во что все это превратилось. То, чему мы пловцы посвятили своей жизни, над этим теперь люди смеются. Да. Это оскорбление. Это очень удручает. Это вообще неправильно. Учитывая, спросите любого пловца, что плавание – самый болезненный спорт. Устойчивость к боли – важное качество для плавания, правильно? Возможность выдержать много в бассейне. И вы годами терпели это. А теперь какой-то парень проскакивает вперед. Вас это не злит? Ну, у нас теперь Женщина года студенческого спорта NCAA, которая прожила 95% жизни как мужчина. Они... Разве это... Это невероятно обидно. Подумайте о всех атлетах, заслуженных женщин-атлетов, которые не получили эту номинацию. Томас получил после буквально одного года. Женщина года. Ну да. Так как Томас провел год как женщина. Так что да, это обидно. Это удар под дых. Это пощечина. И это полностью противоположно тому, что превозглашено в пункте девятом. И что весьма иронично. Я принесла это письмо от NCAA. И оно пришло, когда я вышла из двери и шла в студию. Но я его взяла. В нем говорится «Эта награда основана на пункте девятом». Я сделаю здесь паузу. Она основана на пункте девятом. И к 50-летию пункта девятого в этом году награда Женщина года NCAA представляет невероятную возможность чевствовать потрясающую женщину и показать влияние женщин на студенческий спорт. И прочитала это. И честно, как вы и сказали, рассмеялась. Потому что вот что мы делаем сейчас. Смеемся над женщинами. Это забавно. Так как очевидно, университет Пенсильвании это посмешище. И таким стал не вчера. Многие просто об этом еще не знали. Считаете ли вы интересным, что Кентукки, куда вы едете, стоит за биологию, а эти, в кавычках, из Лиги Плюща, стали против биологии? Да, конечно. Я думаю, что это что-то говорит о Южно-Восточной конференции. И, очевидно, многое говорит о Лиге Плюща. Но для них номинировать меня... Конечно, в Университете Кентукки у нас есть изумительные женщины-атлеты. У нас есть Эбби Стайнер, чемпионка США, Райан Говард, номер один для драфта в WNBA. Я не говорю, что чувствую себя недостойной. Я тоже многого добилась, но я думаю, что это стратегия с обеих сторон. Да. Главный вывод для родителей, выбирая между Пен и Кентукки, выбирайте Кентукки. Однозначно. Признательны вам. Мы болеем за вас, Райли Гейнс. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...